ты юнка из камера спаси рочес на ты босиком по небесам виска с герой ну-ка по бандам ну шо друзья я готов взлету ух тышь и и как все быстро ага как ага вот это да а у ахренеть Ноги выше головы, как на ракете, друзья. Но, честно скажу, вот это, конечно, надо изучать. То есть надо на рогатке на нем прыгать сначала, потому что хорошо, у меня опыт буксировочных полетов есть. Я, по крайней мере, летал на буксировке. Но так без, скажем так, опыта. Вот так сразу ноги выше головы. А сидишь как на табуретке. Класс. Из сложностей, которые мне предстоят, это заход на посадку. Потому что я не умею так, без интерцепторов. Но буду учиться. Сейчас. А, слушайте, ну надо уже думать о посадке. Ой, как я улетел далеко. Ёпс, где палки. Ну, я лечу вдоль кромки леса зато. Сейчас поближе к дереву, подлечу. Гляжу, глядишь, еще и динамик поймаю. Хе, класс. Я лечу рядом с деревьями. Как на параплане. Так, ну, небольшой разворотик против ветра. Единственное, мне, наверное, толкать придется на перелет. А, ну я буду говорить, что я на камеру лечу. Здесь у меня камера стоит. Оп. Хе-хе-хе, класс. О, мягенькая какая посадочка. О, восторг. Босиком по небесам. Хе-хе-хе. Слушайте, слезы из глаз. Ой. Слезы, потому что все-таки, вот, если на том не дует, то на этом дует. Великолепный аппарат. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Посерочис. Поехали. Я сразу к ангару сажусь. Надо срочно планер прятать. А, вот и дождь кончился. Вады, ваер, летут, спасибо, ребят. Я увезу истек по бейксим ел. Сейчас на полную дистанцию трос по тросу. Оп. Оп. Ого. Вот это класс. Скороподъемность даже не знаю какая. 5 метров стрелка на упоре. Скорость 80 у меня. Надо, можно даже поменьше. Но знаете, как страшно с таким углом подниматься. Вот в этом основная сложность. Если трос рвется, надо резко нос вниз. Ну так, хорошо. Высоко сейчас я. Ого-го-го-го-го. Вот оно, босиком по небесам. Так, отсыпочка нужна бы. Оп. Ну и где там наша лебедка? Вот, можете посмотреть. Вот снизу лебедка, по углу я нормально совершенно. Поехали. Оп. Хе-хе-хе. Все. Друзья, мы уже подготовились. Теперь к моему автобусу мы цепляем трос. В принципе, трос можно было растянуть руками. Не обязательно. О, видите, кстати, трос, трос, я так понимаю, это 3 миллиметра. Сейчас я определю. Да, это трешка. Ну, мы используем лирус. Это полиэтилен высокомолекулярный. Держит он 900 килограмм, этот трос. 200 метров получилась высота затяжки. Но надо понимать, что это полный штиль. И я труслив, потому что, ну, вот, дистанция где-то около километра. Почему я сейчас труслив, друзья? Да потому что дождь идет. Незнакомое все-таки. Можно было, наверное, помедленнее буксироваться. Но я аж фигачил на 80. Поэтому вот так вот. Вот оно, босиком по небесам. Вот мои ножки. Хе-хе-хей. Э-гей-гей-гей-гей. Так, надо сейчас грамотно зайти на посадку. Так, скорость 60. Поближе к ангарам. Да. Так, делаю разворотик. Ну, вертлявый планер. Он управляется действительно силой мысли. Как парапланчик. Скорость 60. Прекрасно рулится. Ну, пожалуй, мне пора уже к ангарам поближе. Ю-у-у! Вообще управляемость бешеная совершенно. Беру-беру упражнение. Давайте заснимем вот так вот. Так, наверное, будет вам интересней. Да, слушайте, как-то даже качество неплохое у него. Эродинамическое. Я... Для тормозов-то нет воздушных. Ну, сажусь вот перед Вильгой. Ну, смотрите-ка, как я неплохо попал-то для первого раза, мне кажется. Оп! Хе-хе-хе-хе! И вот... А, тут же колесико. Это... Это на этом... На этом лыжа. А этот-то едет еще. Фу! Хе-хе-хе-хе! Ох, босиком по небесам. Вот и дождь кончился. Вредит ли дождь такому планеру? Вредит. То есть, конечно, вот это наше сейчас полет в дождик был не совсем правильно. И с другой стороны, бросать планер, там было бы еще менее правильно. И дождь кончился. То есть, вот он буквально прокапало. То есть, мы не ожидали такой вот пакости, которая случилась. Я скажу вам, друзья, не очень-то и жарко. Не очень-то жарко. Что я хочу сказать об этом планере? Он... Он офигенный. Как это... Васильев так часто говорит. Этот самолет... Он офигенный. Он так вот там планере тоже. Он офигенный. Почему? Ну, вот это босиком по небесам. Это то самое чувство. Единственное, что я бы, наверное, сказал, что если бы не было вот этого обтекателя, то ноги были внаружи, как на 38-м. Ты там прям педалями чувствуешь небо. Но вот... Ну, в остальном все, конечно, очень удобно. То есть, все правильно, все грамотно. Сидишь классно. Вот эта кабинка небольшая, она создает некое ощущение все-таки уюта какого-то. То есть, на 38-м, SG-38, ты сидишь, у тебя вот-вот, ты вниз смотришь, ты на жердочке на такой сидишь. Это очень, конечно, сильно впечатляет. А здесь ты прям чувствуешь, вот приборы есть, в конце концов. На 38-м приборов нет. Летит. Конечно, явно качество чувствуется не такое, как пострадаля. по сравнению с Груман Бэйби. Груман Бэйби, конечно, паритель. Я теперь понял, что такой учебный планер. Вот он, пожалуйста, перед вами. И паритель. Это две большие разницы. Я лечу, ковыляя во мгле. Я лечу на хорошем крыле. Бэйби, как ты в потоке? Ну, представим, что вы тут термик, друзья. Представим, что здесь термик. И я его обрабатываю. Ну, неплохо. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. На этой штуке парить реально круто. Но она крутится вокруг, вокруг своей мысли. Волшебство. При этом, смотрите, вот она стоит. Стоит в этом термике. Сама. Вот, видите, вот руки мои. А она так стоит в потоке. Ну, волшебство. Волшебство. Погода бомба. Кондент огонь. Восторг. Восторг это даже... Я даже сипеть начал. Восторг это даже не то слово, которое может передать эмоции от этого планера. Йооо! Босиком по небесам! Это название нашей всей серии. Будущие про ретро-планера. Ретро-планера нашли своего фаната. Класс! Жалко, что это на самом деле так низкая кромка. 200 метров. К сожалению. Ну что, опять будем думать о посадке. Но на этом тоже, я так понимаю, прекрасно можно парить. Единственное, я, наверное, гонял на чуть большей скорости. Надо спросить, на какой же я должен был лететь. Я на 60 летал сейчас. Бенус, а с какой надо было скорости после отцепки летать? 60? 60, да. Слушай, ну я 60 и летел. Короче, 220 метров. Ну я поначалу немножко получилось чуть больше 80. За счет этого я всю веревку и смотал. Да. Ну так он лезет вверх. Надо угол держать. Ну ты понимаешь, да, что страшно. Да, да, да. Поэтому я так, эй, эй, вижу нормально. Чуть добавил, добавил, добавил и... Мы без ветра 300 метров. Да, да, да. Ну вот двоечник Волков с ошибками 220. Это очень неплохо при таком ветре тоже. Для двоечника. Видите, друзья, меня хвалят. Мой инструктор меня хвалит. Так что я не совсем безнадежен, надеюсь. Я вот так вот прям отсюда передам огромное спасибо команде. Прям вот, вот, вот. И вы все напишите, пожалуйста, в комментариях спасибо, потому что должна быть обратная связь. И если бы не согласились вот эти замечательные люди помочь полетать сегодня, не было бы вот этого фильма замечательного, который вот полон эмоций. И мы будем продолжать обязательно. Будем повторять такие полеты. Спасибо. До новых встреч. Побода-бомба. Контент-огонь. Итак, друзья, зададим каверзный вопрос. Страшно ли от того, что чуть-чуть попало водички на него капельку? Да, ничего, ничего страшного. Вся фанера покрыта еще тканью с лаком, еще слой покраски. И это высохнет, и будет все хорошо. Пойдем сюда. Если попадет вода внутрь, вот есть отверстие. Репутрию на всех ламерах это сделано. Есть донар. Ну да, получается, все вентилируется, и никогда эта штука не может... Да. Ну, конечно, летать в дождь, друзья, вот там вот прям совсем уж не как мы в спасательной экспедиции, чтобы быстренько к ангару приземлиться и закатиться. Вот. А просто гонять на этом планере в дождь, наверное, не нужно, да и неудобно. Это в морду летит, все. Но так в целом хорошо. Ну как, понравилось? Отлично. Босиком по небесам. То есть понравилось, ну, груман бэйби мне понравился в том смысле, что это чувствуется прям реально, ты чувствуешь, как на нем можно классно парить. На этой штуке чувствуешь, что парить можно, ну, можно, но нужно уже поточек такой повеселее будет. И, ну, он настолько простой. То есть приземлиться, вы видели, там, две посадочки. Ну, первая переосторожничал, чуть перелетел дальше, чем хотел. Вторая прям, как куда хотел, туда и приземлился прям идеально. Он просто в освоении, он с рогатки будет летать. То есть это намного проще, чем тот свифт, на котором я летал, у которого подгожу, вот так вот все скачет там. И достаточно, ну, на нем сложно, на свифте учиться тяжело, просто потому, что он, он такой особенный. То есть нужно привыкнуть к вот этому летающему крылу. Наверное, на археоптеристе проще, но эта штука стоит 110 тысяч евро и это безумно. А вот этот такой планер, ну, я-то, я понимаю, что материалы, материалы не очень дорогие, да? Ну, фанера, дерево, клей, ткань. Вот, больше, больше всего работы, да? Да, да. А сколько по часам, примерно, по заплату? Точно не скажу, потому что много часов сгорело, потому что искал чертежи и много что переделал. Просто, просто вот эта переделка занимает время. А так, теперь можно очень скоро построить его. Да, теперь, с учетом того, что Бенас потратил огромное количество своего времени, сил для того, чтобы сделать первый, следующий нужно выпекать, как горячие пирожки. Так что обращайтесь за чертежами, за готовыми планерами. Прям идеальная штука. Ну, планера, наверное, готовые тяжело, потому что золотые руки мастера дрожат от идеи сделать что-то еще, более… Это правда. Друзья, я понимаю, почему Бенас может не захотеть что-то делать, повторять, потому что интересно же делать новое. Я когда лебедки строил, я практически никогда не делал лебедку такую же следующую. Мне интересно было попробовать, а вот так вот, а вот здесь, а вот это. То есть, видно, глаза горят, человек творческий. И поэтому творческий человек может сделать, подготовить к производству, а дальше делайте сами. Ну, так же и с лебедками, наверное, тоже. Вот я, может быть, попробую какую-то базовую подготовить документацию на электрическую лебедку и возможность покупать запчасти. Делайте, делайте, летайте. Летать – это просто. Вот, смотрите, босиком по небесам. Хе-хей! Ай! Все, все, закругляемся тогда. Все, быстро, быстро, быстро. Если вам надо, я могу вас оставить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!